Дорогие друзья, привет всем из Измайлова. Выбрался на денек, тут дела поделать. Хочу подвести итоги нашего конкурса совместного с компанией Softline. Видите, вот он. Итак, пять историй победителей зачитываю целиком. Еще десять историй, которые мне, как говорится, меня улыбнули. И ставлю просто в описание к этому ролику, чтобы почитать. Они не призеры, но все равно спасибо. Ну и спасибо, естественно, всем, кто поучаствовал. Итак, история номер пять. Будет пять, четыре, три, два, один. Чтобы, так сказать, наиболее такие, с моей точки зрения, вкусные были в конце. Значит, история номер пять. Первый призер, так сказать, пятый призер, да, по счету. Последний призер, Лев Маркович Либерант. История такая. У меня есть приятель, который любит математику, но очень забывчив. Это еще было до эры мобильных телефонов. Ему нужно было запомнить номер моей квартиры, 241. Он запомнил сумму цифр, семь. То, что все цифры, числа разные, степени двойки, не происходящие второй степени двойки. Запомнил, что число простое и не входит в близнецовую пару. 241 подходит, а 421 близнецовы с 419. Для меня, пишет Лева, проще было запомнить просто 241, как я понял, да? Но у математиков пишет свои тараканы. Мой папа, пишет Леву, в какой-то степени математик, представляет 241, как 3 в 5 минус 2. Я должен сказать следующее, что для меня 241 – это 2,4,1 – это степени двойки по модулю 7. То есть это, так сказать, подгруппа двойки в группе ненулевых остатков от деления на 7. И я бы, конечно, запоминал так. Но вообще Лева я наградил не только за эту историю, а за то, что он подкидывает кучу разных классных задач, то и дело. Типа, например, как с помощью данного количества разрезов идеально круглой картошки добиться максимизации объема того, что осталось. Очень хорошая задача по комбинаторной геометрии. Ну и еще он подкидывает всякие задачи про укладки, раскраски. В общем, он молодец, он большой энтузиаст. Так что первый приз поедет Лева к тебе. Привет. Второй приз, точнее четвертый, да, с конца мы идем, поедет Обросимову. Обросимову, Обросимов.онлайн. У меня есть история, можно сказать, по теме. В студенчестве я познакомился с ребятами, которые играли в ночные поисковые игры. Ребята были очень лихие, но загадки разгадывали не без усилий. И я очень хотел как-то им помочь. Я посмотрел сценарий нескольких игр и заметил, что хотя бы в одном задании встречается задание с инограммой названия улиц. В то время программирование мне было близко на уровне школьного курса по Visual Basic. Поэтому я понятия не имел, как нормально работать с подростками. И мне пришлось искать решение, чтобы работать с числами, а не с буквами. Как в вашем видео, я сконвертировал название каждой улицы в два числа. Сумму позиций букв в алфавите и произведение позиций букв в алфавите. Я брал соответствующие значения, я брал текст инограммы, получал из него суммы произведения и фильтровал все улицы, у которых соответствующие значения были больше или равны входным значениям инограммы. Когда я закончил свое приложение, меня пригласили в поле покататься вместе с командой. Я до конца не верил, что программа как-то поможет, но одно из полученных заданий выглядело как оно, ноль, растягивает. Привет! Видели вы бы глаза моих приятелей, когда на вбитую строку я за три секунды получил в вагоностроительное. Тут я отвлекаюсь на секунду, я, Саватеев Алексей, отвлекаюсь, чтобы сказать, что самая длинная известная мне анаграмма, которую я только вообще где-либо слышал, выглядит так. Ватерполистка Австралопитек. А еще Сашка Тонис прибавил ветропластика, к тому же списку трех, но ветропластики как бы вроде не существует, но такое слово похожее на существующее. Продолжаю. В ту ночь команда приехала четвертой, и похоже, это был ее лучший результат, поэтому выдающиеся заслуги меня стали приглашать чаще. На играх я познакомился с огромным количеством интересных людей, которые в той или иной степени повлияли на то, где я сейчас живу и чем занимаюсь. А так бы и жил в пригороде и собирал компьютеры. Вот такая замечательная история про математику в жизни. Так, история номер три. Приз отходит Кешариусу. Очень короткая история, но мне показалось, что она чрезвычайно поучительная. Когда идешь отдыхать на шашлыки и не знаешь, сколько людей там будет, нужно взять пиво на всех. И чтобы всем досталось одинаковое количество, нужно взять либо 12 бутылок, либо 60. Гораздо более надежный вариант 60. Действительно, если вы взяли 12 бутылок, то вы сможете разделить поровну на 1, на 2, на 3 и на 4 человека. А если 60, то удастся разделить поровну и на 5, и на 6, к тому же. Так что это задача про делимость, а делимость я очень люблю. Так что, конечно, третий приз поехал сюда. Второй приз Ивану Попову. Однажды на даче решили сделать баскетбольное кольцо из арматуры. Какой длины резать кусок? Никто не знал, пока я не сказал, что длина окружности равна диаметру, умноженному на π. Загуглили, что диаметр кольца 45 см, умножили на π, отрезали 141,3 см, согнули в круг и приварили. На даче все были удивлены моим познанием. А я с тех пор начал увлекаться математикой. Вот так. Ну и, наконец, чемпион главный. Ну, призы все одинаковые, но это неважно. Я вот назначаю чемпионом, абсолютным победителем конкурса, человека с фамилией Матанцев. Матанцев. Ну, сами понимаете. Сокращенно Матан, с чего он и начинает свой текст. Текст длинный, приготовьтесь. Сокращенно Матан, что можно расшифровать как математический анализ. А то мы не знаем. Перекликается с Савватаном. Еще бы. Помните песню? Савватан, Савватан, помоги мне сдать Матан по МТР. Так, ну я отвлекаюсь. Продолжаем. Тут длинный текст. Согласитесь, грех с такой фамилией не любить математику. В связи с этим я хорошо закончил школу и поступил в престижный московский технический вуз, где учился на одном курсе с Наташей Гусевой. А кто такая Наташа Гусева, кто знает? Я вот не знал. Оказывается, это Алиса Селезнева из незабвенного фильма «Гости из будущего». Кстати, дорогой товарищ Матанцев, если у тебя сохранились конспекты, хочу коллапс с Алисой Селезневой на канал. Свиди. Век буду должен. Ох и прикалывались мы тогда на лекциях, выкрикивая с давленным голосом фразы «Алиса, милофон у меня!» Или «Алиса, я им ничего не сказал!» Но все это предыстория моего рассказа, хотя и весьма поучительная, потому что не учи я математику должным образом, мне бы никогда не удалось вживую встретиться с Алисой Селезневой. Ну а теперь о главном. Я намерен рассказать, как с помощью математики, двоеточия, алгебры, геометрии, я сохраняю и приумножаю свои доходы. Короче, у меня есть магазин по продаже электроинструмента. Дрели, болгарки, перфораторы и т.д. Все оформлено соответствующим образом. Витрины, стеллажи. Но на самом видном месте у входа на прилавке я положил несколько математических книг. Чистов и Боначи, репетитор по математике для поступающих в ВУЗы, математика, поиск истины. И вот человек, к примеру, хочет купить перфоратор. Узнает цену, крутит носом и, как это бывает обычно, просит скидку. Я говорю, что он получит скидку, но только в том случае, если решит несложную математическую задачу и показываю рукой на книге, давая понять, что они лежат не просто так. Если решите задачу посложнее, то забирайте товар за полцены. А если повышенной сложности скидка 100%, у человека появляется жадный блеск в глазах. Ну вы поняли, 100% это бесплатно отдает. А я тем временем просягиваю ему тетрадь и ручку. Само собой предлагаю присесть. Для таких случаев у меня припасен свободный стул. Большинство людей не сильны в математике, и о скидке они могут забыть. Но мы сыграли честную партию, и я уже не выгляжу в глазах человека жадиной, которая не хочет подвинуться в цене. Таким образом, я и продаю товар, и сохраняю для себя приятную цену. Ну а человек пыхтит, только приговаривает, говорила же мне мать детства, учи математику. Вот и я вам говорю завершая, учите математику, дорогие друзья, господа и товарищи. Всем большой привет от Саватана!